Обсудим этот исторический визит нашего президента. Далее в эфире с политологом Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Добрый день. Итак, конечно, говорим о главной теме. Это очередной, такой неожиданный, не анонсированный. После того, как побывал в США, наш президент и встретился в Белом доме с Джо Байдена. Вот теперь визит уже в Великобританию. Невероятное внимание приковано всей мировой прессы к этому визиту. Невероятная охрана нашего президента, съемка нашего президента, трансляции из вертолетов. И выступление, конечно же, в эсминстерском зале, в помещении британского парламента. Историческое здание, которому уже более 900 лет, где звучали голоса легендарных политических деятелей. И вот теперь прозвучал голос президента Украины Владимира Зеленского. Для начала, Владимир, просто вот ваши впечатления от вчерашней картинки, которую увидел весь мир. Ну и вчерашней уже есть и сегодняшняя картинка, выступление в Европарламенте. Ну сразу тоже вот такие эмоциональные детали. Еще даже до выступления нашего президента, которого действительно очень тепло принимали в Европарламенте. И овация после завершения, ну аплодисменты и во время выступления. И все стоя, стоя, вы помните, все 30 минут. Да, да, да. И это уже такая традиция. И то же самое мы вот видели и в Лондоне, и в Эсминстере. Ну знаете, вот такая вот, очень такая показательная деталь. Еще до того, как выступал президент Зеленский, ну стремление и журналистов, и евродепутатов сделать селфи с президентом. Да, да. Это, ну знаете, вот это о многом говорит. Маленькая деталь, но говорит о многом. Потому что, вот как поменялась ситуация. Сейчас президент Украины это, ну я без пафоса даже скажу, потому что это реальный факт. Это звезда мировой политики, с которым европейские депутаты считают за честь сделать селфи. Потому что это память для истории. Для них это уже сам факт истории, то, что сейчас происходит. Что касается выступления в зале английского парламента. Я думаю, это тоже действительно очень важное историческое выступление. Вот когда Владимир Зеленский выступал в Конгрессе США, тогда его сравнивали с Черчиллем. Вспоминали выступление Черчилля в Конгрессе США. И вот теперь он выступал там, где выступал и сам Черчилль. Это вот внешняя сторона, эмоциональная сторона. Но она очень важна, потому что вот такие выступления в парламентах. Раньше Владимир Зеленский это делал онлайн. Это тоже было очень важно в первые месяцы войны. Это тогда очень мощно влияло на международное общественное мнение, на политические элиты наших партнеров. Способствовало консолидации коалиции в поддержку Украины. Сейчас нужен новый импульс, эмоциональный импульс. Вот то, что связано с этими выступлениями, это, знаете, такая, я бы сказал, энергетика поддержки Украины и энергетика сопротивления российской агрессии. Этот эмоциональный импульс очень нужен, потому что вот мы приближаемся к годовщине российского вторжения, а война еще далека от завершения. И необходимо вновь консолидировать наших партнеров для усиления поддержки Украины, потому что мы уже сейчас видим, Россия начинает новое наступление. И вот два уровня. Один уровень это вот эмоциональный импульс выступления в парламенте, а это транслируется на общественное мнение этих стран. Речь идет о ключевых странах, которые сейчас определяют европейскую политику. Это Великобритания, Франция, Германия. Ну и, конечно, Брюссель, вот глава европейского парламента сказал, это сердце Европы и глава Еврокомиссии, которые встречали Владимира Зеленского. Это действительно вот очень важно для того, чтобы консолидировать наших европейских партнеров для нашей поддержки. Владимир, но согласитесь, что, наверное, вот общественное мнение в Британии после вот этого выступления нашего президента, где он говорил очень уверенно, на хорошем английском, где-то позволяя себе допустимо, ну не шутить, но какие-то вот обращения, вы помните, мы с вами тогда пили чай, вот это как-то вызывало очень положительную реакцию. И действительно присутствие в зале, ну можно сказать, наверное, политической элиты Британии, да, действующий премьер-министр, бывший премьер-министр, Борис Жонсон, к которому отдельно обратился и поблагодарил за стойкость и принципиальность наш президент. Лист Расс там тоже была замечена. Помните, когда проходил Владимир Зеленский, как все тянули к нему руки и хотели пожать руку. И Лист Расс в том числе была, которая, ну мы знаем, неполный месяц пробыла в должности премьера. Это о многом говорит, я думаю, очень хороший, со знаком плюс этот визит для британского общества. Несомненно. И подписание лондонской декларации. У нас есть договор о стратегическом партнерстве с Великобританией. Он был подписан, что очень важно, кстати, вот важная деталь, он был подписан до войны, до начала большой войны, до российского вторжения в Украину. И как этот договор сработал. Премьеры Великобритании меняются. Ну, таковы законные политики, демократические политики. А стратегические партнерские отношения с Великобританией, они были заложены тогда, и они работают сейчас в пользу Украины. Поэтому вот, да, есть вот эта эмоциональная сторона, выступление нашего президента, его общение с западными политиками, это все передается на общественное мнение этих стран. Но есть и кулуарная сторона, рабочая, деловая сторона. Это общение, договоренности. И вот после визита Великобританию эта договоренность о поставках дальнобойного оружия для Украины обсуждается, заметьте, вот мы еще совсем недавно, буквально несколько недель назад, обсуждали очень драматичную ситуацию с поставками танков. Вопрос решен, да, танки еще будут поставлять, но Владимир Александрович ставит вопрос о том, чтобы быстрее этот процесс шел, ускорить его необходимо в связи с российским наступлением. Но уже обсуждается вопрос о поставках боевой авиации для Украины. Да, здесь тоже очень тонко нужно отметить, что, возвращаясь к выступлению нашего президента в парламенте, да, эмоции, да, очень сильное вот это вот составляющее впечатление от визита Владимира Зеленского, но очень тонко туда было зашито, очень красиво, конкретные вещи. Вот этот подарок со шлемом нашего украинского летчика. Вспомнил Владимир Зеленский перед тем, что и король Чальц в свое время служил в британских, да, королевской авиации. И вот эта надпись, у нас есть «Свобода, дайте нам крылья, чтобы мы могли ее защитить». Это все очень сильно. И фраза, что каждый украинский летчик для нас король. То есть эмоции эмоциями, но здесь четкий посыл и просьба. Вот здесь, знаете, очень важен, вот это тоже высокий уровень, я бы сказал, политического профессионализма. Офис президента, спичрайтера президента, вся команда, которая работает вместе с президентом, они демонстрируют высокий уровень профессионализма, потому что что такое авиация, летчики для Великобритании. Вот этот шлем, он действительно очень важен. Кто бывал в Вестминстерском соборе, наверное, знают, что там есть специальный мемориал для летчиков, погибших в годы Второй мировой войны. И знаменитая фраза Черчилля о немногих, которые сделали победу для многих. Поэтому летчики, это очень значимо для Великобритании. И теперь Владимир Зеленский в такой визуальной форме, он посылает сигнал и простым британцам, и парламентариям британским о том, что теперь такая же ситуация и для Украины. И танкисты, и летчики, да, вот они будут решать судьбу Украины и судьбу Европы, потому что, борясь с российской агрессией, мы защищаем и Европу. И вот как раз и выступление в Европейском парламенте. Основной посыл, который звучал и на украинском, и на английском языке, это возвращение домой. Возвращение в Европу. И, кстати, вот знаете, вот то, что и выступление в Европарламенте, вот такое триумфальное, очень эмоциональное выступление, эмоциональный прием. И вслед за этим участие в работе Европейского совета, саммит европейских лидеров. Вот знаете, какая мысль здесь возникает? Де-факто мы уже в Европейском союзе. Да, очень символично сегодня звучал после выступления в Европарламенте гимн Украины, а потом, да, гимн ЕС, очень-очень символично, четкий сигнал, да, нас там ждут, нас там хотят видеть. Но перед тем очень много работы предстоит. Просто я хотел еще спросить, ведь отдельно же еще король, да, Чайльз III, он не с каждым президентом встречается. Это тоже о многом говорит, особенно для всей Великой Британии, для содружества стран, да, ведь тоже многое означает такая встреча. Конечно же. Для Великобритании, да, это конституционная монархия, у короля нет полномочий исполнительной власти, но в Британии чтут традиции, чтут символы. Поэтому прием у монарха, раньше у королевы, сейчас у короля, это высший уровень почестей. Предыдущий визит, государственный визит нашего президента, к сожалению, совпал с эпидемией COVID-19, и тогда не удалось встретиться с королевой Елизаветой II. Но вот сейчас, я думаю, что это тоже знак уважения президенту Украины, это подчеркивание особых партнерских отношений с Украиной. Поэтому, да, это не просто протокольная деталь, это действительно свидетельство уважения нашей стране и президенту Украины. Так что в этом плане действительно можно говорить и о символической стране этого визита, и о большом практическом значении. Да, но между Британией и Брюсселем был Париж. Конечно, очень плотный график у нашего президента, но это тоже о многом означает. Олаф Шольц в срочном порядке вылетел из Берлина в Париж, чтобы там повстречаться с нашим президентом Самуэлем Макроном. Вдруг вечером они решили поужинать, наверное, не просто потому что проголодались, правда, и отведать французской кухне. Конечно же. Ну, на самом деле, обеды в дипломатии – это тоже часть работы. Это просто продолжение общения, продолжение переговоров, неформальной обстановки. Кстати, иногда это даже более значимо, чем официальные переговоры. Я вот в этой связи вспомнил мемуары бывшего французского президента Оланда, который описывал и драму подписания Минских соглашений. Кстати, очень критично оценивал там ситуацию, в том числе поведение Путина. Да и сами Минские соглашения, кстати, тоже. Справедливо. Да он много говорил как раз вот тоже, это Франция, что это надо понимать. Понимаете, кулинария, гастрономическая сторона политики, я бы сказал, это всегда важно для Франции, этому всегда уделяют особое внимание. Ну и, конечно, тоже, вот это не просто символический жест, это дзина, подчеркиваю, уважение и к президенту Зеленскому, и к нашей стране, орден почетного легиона. Тоже дентально... Да, это наивысшая государственная награда Франции. Да. И вот тоже отмечу, на самом деле была информация, еще когда президент Зеленский возвращался из Соединенных Штатов, была такая информация, что возможно встреча, остановка в Париже, и встреча с европейскими лидерами. Но тогда перенесли эту встречу, и сейчас она состоялась. Вот это турне, оно очень насыщенное. Кстати, вот я обратил внимание, наш президент, ну, чувствовалось, что есть определенная усталость, видимо, график очень напряженный, потому что Лондон, там активно целый ряд встреч важнейших, вот о которых мы говорили, и выступлений, затем Париж, и теперь Брюссель, и выступления в Европарламенте, и саммит Евросоюза, и еще серия неформальных встреч. Очень насыщенный график, но тем не менее, вот это все говорит о высочайшем уровне сейчас партнерских отношений с Европейским Союзом, и даже с теми европейскими странами, которые сейчас не входят в Евросоюз. И для нас это очень значимо. И в контексте эффективной работы коалиции в поддержку Украины, и в то же время, вот то, что происходит как раз сейчас в Брюсселе, это действительно доказательство того, что очень динамично развивается европейская интеграция Украины. А вы знаете, мне еще кажется, мне кажется, вот сейчас я посмотрел на эту картинку, совместное выступление, пресс-конференция Макрона, Шольца и президента Владимира Зеленского, мне кажется, вот такая физическая встреча, она очень важна, вот вы справедливо акцентировали, Владимир, что это уже не онлайн, не обращение, вот физически, я думаю, Макрон, посмотрите, как он смотрит на нашего президента, после этого он уже не скажет, что нужно дать какие-то гарантии безопасности для России, нужно сохранить лицо Путину, он очень четко тоже сказал, Россия не может и не должна победить перед тем, как вручал этот орден почетного легиона. Ведь правда, после этого вот уже вряд ли мы увидим какие-то сомнения и нерешительства. Вы знаете, я бы не давал гарантии за европейских политиков, нам по-разному может быть, но ситуация очень отличается от того, что было раньше, и если раньше, ну, такова была ситуация, расклад сил, наши президенты, ну, я немножко утрирую, но ездили на поклон и в Вашингтон, и в Брюссель, даже понятие было такое, кстати, в Москву тоже, там, московский, брюссельский, Вашингтонский обком, понимаете, комплекс неполноценности. Да, да, на второй и третьей роли. А сейчас совсем другая ситуация. Вот отношение к нашему президенту и это отношение к нашей стране совсем другое, что было раньше. Да, нет вот этого, вот этой второразрядности. Субъектность Украины проявляется в полном объеме, и уважение к нашей стране. Я бы даже сказал, вот эмоция, которую мы видели и у евродепутатов, и у государственных лидеров, это и восхищение нашей страной, ее героизмом. Ну и самое главное, действительно, это другой уровень отношений. Сейчас надо думать о будущем. И вот для меня тоже важная деталь, заметьте, и в Великобритании, и вот в Брюсселе, и в выступлении в Европарламенте это звучало, причем не только у Владимира Зеленского, а и у руководителей Европарламента, и теперь на саммите Евросоюза обсуждается формула мира Владимира Зеленского. Это уже вот та практическая тема о будущем, о будущем порядке европейской мировой безопасности, которая задана Украиной и которая обсуждается европейскими лидерами. Да. Владимир, я сейчас попрошу внимания обратить и вас, и наших зрителей на вот эту картинку. Верните, пожалуйста, коллеги. Это как раз к слову, когда вы говорите, какую роль теперь играет наша страна в Европе и в мире, и какое отношение теперь к лидеру Украины. Вот это так называемая подготовка к совместному семейному фото европейских лидеров. И заметьте, все здесь, и Урсула фон дер Ляйен, и Роберто Мацоло, и лидеры стран ЕС, и все они выстраиваются, ну мы понимаем почему, и ждут нашего президента, президента Украины Владимира Зеленского, который вот после того, как они будут готовы выстроиться, тогда и состоится вот это фото. Ну главный гость, вот будем говорить так, главный гость, да, это ключевой участник саммита. Понятно, что у лидеров Европейского Союза есть много тем сейчас для обсуждения самых разных, но тема Украины на первом месте, ну и конечно вот украинский прапор, я же говорю, это все детали, которые говорят о том, что де-факто мы уже в Европейском Союзе. А кстати, важная деталь... Мы уже активно участвуем в европейской жизни. Да, только что было фото, точнее видео Орбан, Виктор Орбан, да, премьер-министр Венгрии, он же тоже, как заговорил, будем продолжать оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине. Не говорит, что мы будем блокировать какой-то пакет и тому подобное. Тоже на него давит это все. Я думаю, сейчас Орбан снимет все маски. Ну, кстати, отмечу, тоже важная деталь. На этом саммите обсуждается вопрос о 10-м пакете санкций, который приурочен годовщине российского нападения на Украину. И как раз вот в своем выступлении Владимир Зеленский специально акцентировал внимание на том, в каких направлениях можно усилить эти санкции. Речь идет о санкциях и против атомной промышленности России, против компании Росатомной, против ракетной отрасли. Потому что это то, что работает на войну против Украины, и то, что угрожает безопасности не только Украины, но и Европы, и всему миру. Да. А Орбан топчется там по центру, видимо, все-таки желает быть поближе к нашему президенту. Ну, вы знаете, я думаю, что многие из них, в том числе и Орбан, при всех своих негативных эмоциях к Украине, но хочется тоже засветиться возле Владимира Зеленского, потому что именно эти снимки попадут на первые страницы и на видео. Вот так вот изменились. Но ведь это же фото увидит Путин, об этом Орбан не думает. Ну, вы знаете, я думаю, что Путин для него сейчас все-таки не на первом месте. В любом случае, да, он маневрирует, конечно, он заигрывает с Путиным. У него остались свои очень специфические взгляды и по отношению к Украине, и по отношению к Путину. Но все же он вынужден учитывать, что его стране выгодно пребывание в Европейском Союзе, есть зависимость от Евросоюза, и есть понимание общих правил и принципов, которые он не может просто так игнорировать. Тем более, что его уже периодически ставили на место, когда он пытался игнорировать какие-то вообще европейские правила. Итак, его председатель Европейского Совета Шарль Мишель под аплодисменты приглашает Владимира Зеленского. Наверное, ни с кем из государственных лидеров так не желали сфотографироваться лидеры стран ЕС. Это картина новой Европы и место Украины в новой Европе. Орбан все-таки был на заднем плане. Посмотрим, как запоет теперь. Кстати, здесь же, там в Европарламенте, наш президент Владимир Зеленский передал президенту Молдове, Маисанду, данные нашей разведки о планах Путина подчинить Молдову, подчинить ее страну. Я думаю, это тоже для Европы очень важно и консолидирует еще дополнительно всех. Конечно. И это, кстати, сигнал о том, что Россия угрожает не только Украине, она угрожает и другим постсоветским странам, в частности, Молдове. Такая угроза существовала и на момент вторжения. И только вот то, что украинские войска остановили российскую армию, не дали продвинуться и на юге, в сторону Одессы. Это удержало от оккупации, в том числе и Молдовы. Но риски остаются. И мы знаем, что уже фактически в процессе обстрелов Украина достается и Молдове. Но угроза ведь существует и для стран Балтии, и для Польши. Поэтому, я думаю, осознание вот этих совместных угроз, исходящих от России, и что именно Украина останавливает российского агрессора на границах Евросоюза, это осознание есть. И оно, конечно, транслируется и на огромное уважение к нашему президенту и к нашей стране. Знаете, а сейчас, я думаю, что для многих, может, и Путину тоже пора подумать об угрозах, которые он создал для своей страны. Как-то сейчас мимо прошло, но это было в информационном поле. В Токио был нитинг, и где требовали вернуть незаконно аннексированные России острова. И причем, это же говорил и премьер Фумио Кисида об этом. Давно они не называли эти острова своими, незаконно аннексированными. И тоже ведь не случайно сейчас звучат вот такие слова. Конечно. На самом деле, Путин открыл ящик Пандоры, в том числе и для России, в самых разных измерениях. Ну, потому что культ насилия, агрессия, криминализация, то, что с зэками произошло, Пригожинскими, это угроза для самой России. Бумеранг войны, он вернется в саму Россию, уже возвращается. Но ведь они говорят, они нарушили принцип нерушимости границ. Это принцип, который, кстати, Советский Союз подтвердил в Хельсинских соглашениях. А Россия же называет себя правоприемником, но а что же вы не выполняете? И вот раз вы нарушаете принцип нерушимости границ, вы пытаетесь перекроить эти границы, то вы ставите под сомнение и часть собственных территорий, которые Сталин, скажем так, прикарманил после Второй мировой войны. Это касается, кстати, не только Курилских островов, напомню. Сейчас Китай может про Дальний Восток задуматься, про Сибирь. Ты ва, опять же, откуда Шойгу родом. А то грозят там россияне по поводу Сувалкского коридора. А на самом-то деле это часть бывшей территории Германии, которую Советский Союз забрал. Вот в этом такая, я бы сказал, двойственность и циничность современной российской политики. Они, угрожая другим странам, захватывая территорию других стран, они подрывают легитимность своей собственной территории и своей собственной страны. Вот такой парадокс. Да. Кстати, Китай и США, ну все-таки развивается этот конфликт после этого сбитого шара, то ли шара шпиона, то ли обычного метеорологического аэростата. Китай настаивает, что это обычный шарик, который следил там за тучками и дождиком. Американцы все-таки поспешили его сбить. И сейчас министр обороны США Ллойд Остин запросил звонок со своим коллегой из Китая, и те ему отказали. Серьезно? Нет, напряжение возникло, конечно же. Да, это ситуация непростая, и с ней связаны определенные риски. Здесь скорее проявление взаимного недоверия. Все-таки вот мы вступаем, помимо проблем с Россией, которые являются главной угрозой для международной безопасности, особенно в Европе, другой важный фактор, который создает уже стратегические вызовы на длительную перспективу, это противостояние США и Китая. И вот этот инцидент, вроде бы такой, действительно непонятный, он показывает и высокий уровень взаимного недоверия, и высокий уровень конкуренции между двумя странами. Мне эта ситуация чем-то напомнила инцидент, который был еще в начале 60-х годов между Советским Союзом и США. У-2, американский самолет, разведчик. Тогда тоже были активные переговоры, а потом возникло очень сильное напряжение. Поэтому и сейчас риски, конечно, есть, но я думаю, что так или иначе, это видно, вот и по событиям конца прошлого года, все-таки и Соединенные Штаты, и Китай, и Европейский Союз заинтересованы в том, чтобы продолжать коммуникацию и все-таки решать проблемы мирным путем. История с Россией, вот когда Россия попыталась решать проблемы, политические проблемы, международные проблемы военным путем, это очень плохой урок. И мне кажется, этот урок не прошел даром, все-таки на него делают поправку, хотя и война не закончилась, но очевидно. Попытка решить или продвинуть свои интересы военным путем, она приводит к негативным последствиям. Так что я думаю, что вот в данном случае все-таки и Соединенные Штаты, и Китай, я уже не говорю про Европейский Союз, они учитывают этот урок, и я думаю, что его надо будет принимать во внимание на будущее, не повторять тех ошибок, которые сделал Путин, потому что цена этих ошибок слишком велика и кровава. Да, сто процентов. Что ж, главное событие сейчас остается, это европейская турная президента Украины Владимира Зеленского. Вчера Лондон, Париж, сегодня Брюссель. В эти минуты он принимает участие в саммите ЕС. Должны состояться встречи с руководством, с президентами европейских стран. Будем ждать хороших новостей, обязательно их обсудим в нашем эфире. Спасибо. Спасибо вам. Владимир Фисенко был в нашем эфире. Всего хорошего. Всего доброго.